Не откладывать важные дела на потом советуют и специалисты Управления по труду и социальной защите населения. День пожилых людей приходится на 1 октября. Специально к этой дате находящиеся на заслуженном отдыхе могут получить материальную помощь в размере 1 тысячи рублей. Для этого им уже сейчас необходимо обратиться в Управление соцзащиты. Подробности в следующем сюжете. Материальная помощь ко Дню пожилых людей полагается женщинам, достигшим возраста 60 лет и мужчинам 65 лет и старше. Гражданам, не состоящим на учете в органах соцзащиты, не получающим ежемесячных денежных выплат, для получения 1 тысячи рублей необходимо написать заявление и предоставить необходимые документы. Условиями предоставления материальной помощи является наличие гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на территории автономного округа. Гражданам, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения по состоянию на 1 сентября и получают ежемесячные денежные выплаты, обращаться за предоставлением материальной помощи не надо. Она назначается в беззаявительном порядке на основании тех документов, которые находятся в личных делах получателей. Способ получения материальной помощи пожилые люди выбирают сами. Традиционная выдача в почтовом отделении или современное зачисление на банковскую карту. Стоит отметить, что обратиться с заявлением нужно до 30 сентября. Неполученные тысячи рублей в этом году не переносятся на следующий. Материальная помощь ко дню пожилого человека предоставляется вне зависимости от осуществления трудовой деятельности. То есть ее получают как неработающие граждане пожилого возраста, так работающие. Обратиться за получением материальной помощи можно в 1-й кабинет управления социальной защиты по адресу Школьная, 32 или многофункциональный центр Гагарина, 7. Альмира Новоселова, Кирилл Сементьев. Программа «Время местное». Программа «Время местное».